И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас пятница, 7 января, и сегодня у нас православное Рождество, как говорится. Снова поздравляю вас, друзья, те, кто празднует Рождество в этот день. Хочу поздравить также с Рождеством. Ну и вы знаете, сегодня у меня для вас вот такое вот видео в связи с тем, что сегодня Рождество, и, скорее всего, что как-то это связано с храмами. Я хочу сегодня вам показать вот эти вот английские храмы. Насколько они разные, и вы знаете, как используются тоже здесь по-разному эти храмы. Вот, в частности, вот этот, который я показываю вам сейчас, этот храм очень старый, и ему дают вторую жизнь, то есть в нём сейчас находится школа. И школа эта совершенно обычная, муниципальная. У неё нет никакого уклона вот такого вот в религию. Просто вот используется здание церкви под обычную школу. И ещё одну школу в другом уже месте. Ещё я хочу вам здесь показать довольно интересно. В этой деревне, Брайтон, посмотрите, Primary School школа, посмотрите, расположена в малюсенькой церквушке. Вот, пожалуйста, очень старая церквушка. И теперь она используется под школу. Что вы думаете по этому поводу? Видели ли вы когда-нибудь такое? Ну вот, без проблем. Дети учатся в старинной церкви. Вот, смотрите, давайте обойдём вокруг, посмотрим. Здесь, конечно, что-то такое усовершенствованное. Но, тем не менее, основная постройка осталась. Церквушки. Вот он вход. Да. Ресепшн. Ну, я входить не буду, конечно же. Здесь вот какие-то детские панно. И вся эта территория, вот видите, используется теперь под школу. Как вам такое использование в старой церкви? Удачное? Нет. Она действующая, открытая. Вы, наверное, даже слышите там школьный смех, голоса. И она находится рядом как раз вот с этой церковью в Святой Марии. Мы с вами сейчас зайдём в эту церковь Святой Марии. Я вам немножко покажу и расскажу о ней. Она находится в деревне Брайстон, в которой мы с вами видели много коттеджей до этого. Церковь эта датируется 1190-м годом. Вокруг любой старинной церкви в Англии есть своё кладбище. И вы знаете, вот мне, у меня спрашивают, а видите ли вы там какие-то вот года упоминания о захоронениях. Скорее всего, конечно, есть такие надгробные плиты. Вот одну из них я вам показываю. Там в самом низу видно было 1737 год. Наверняка здесь есть и более ранние захоронения, 12-13 век. Но вы знаете, очень сложно там находить. Все уже истёртые эти надписи, и они все заросли этим мхом, лишайником. Выступила соль на них. Что-то прочитать практически невозможно. Ну, а мы с вами давайте зайдём внутрь этой церкви. Всё-таки интересно, наверное, посмотреть. Церковь англиканская, она была перестроена уже в 19-м веке, имеет больше уже викторианский такой стиль. Хотя здесь сохранилось очень много и старинных всяких арок. Дальше я вам это покажу. А вот здесь вы видите при самом входе карта острова Уайт нашего. Как обычно, наверное, вы уже знаете её тоже. И вот обратите внимание, сюда приносят вот такие вот мешки, пакеты с продуктами для малоимущих людей. как помощь это всё брать без проблем, приходить в церковь и забирать. Ну вот я показываю вам вот эти вот сохранённые опять старинные люстры с натуральными восковыми свечами. Что ещё интересно отметить, что в английских церквях никогда нет никаких лавок, где продают допустим свечи, как у нас или что. Здесь используются вот такие вот свечки, видите, они стоят бесплатно. Пожалуйста, берите, зажигайте, поминайте кого вы хотите. Просто ящичек такой с пожертвованиями, если вы желаете, вы туда бросаете какую-то монетку. Ну и дальше то, что я вам обещала, вот впереди белая круглая мраморная купель. Здесь крестили младенцев в 15 век. Я вам ее поближе покажу. Очень хорошо сохранилась. Посмотрите, здесь вот это даже чаша из другого мрамора, по-моему. И еще эта малюсенькая церквушка в маленькой деревушке известна больше всего тем, что здесь трое бывших настоятелей этой маленькой церкви стали епископами. Вот я показываю вам их портреты. Это епископ Томас Кен, известный здесь в Англии своими гимнами. Также Самуэл Уилберфорс, сын борца против рабства. И Джордж Моберли. На стене в церкви мы можем увидеть огромную мемориальную мраморную плиту, на которой запечатлены все эти три епископа. И жители этой деревни очень гордятся тем, что у них в этой маленькой церкви оказалось родилось три епископа английских. А вы знаете, что все-таки сан епископа это очень высокий церковный сан. Но и это еще не все. Они здесь имеют также огромный пап старинный, который тоже называется Стри Бишоп три епископа. И жители этой деревни очень гордятся своей историей, такой давней, которая еще датируется девятым веком. Ну, а жителей в этой деревне всего лишь навсего тысяча шестьсот человек. Что еще меня удивило в этой церкви? Посмотрите, здесь вот стоит такой крест, называется Риббон-Кросс, видите, да, и здесь даже описание, почему этот крест находится здесь в этой церкви. Для меня удивительно, потому что крест с лентами или дерево повязывают, бывает, лентами, все-таки, по-моему, это история языческого верования, но уж никак не христианского, не протестантского и не католического. Хотя я здесь не могу ничего особенно сказать, потому что мало что здесь знаю. Там в объяснении написано, что этот крест называется ленточный крест страдания и надежды, так как Христос за нас страдал, то вот мы должны как символ веры привязать здесь эту ленту и как бы вот так вот такую дань принести нашему Христу за его страдания. Как-то так. Ну, кто желает, может остановить там и перевести самостоятельно этот английский текст. А я опять показываю здесь центральный алтарь вот такой обычный в англиканских церквях. Вы видите, что никаких икон здесь особенно нет. Ну, и вообще, конечно же, церкви англиканские отличаются и очень сильно отличаются от наших православных церквей. Как своим обликом, так и внутренним своим всем содержанием. ну, и, наверное, все-таки больше всего, конечно, меня удивляет то, что здесь, наоборот, в церквях, видите, какая-то благотворительность. Никогда не бывает вот лавок этих. Здесь не торгуют при входе в церковь никогда. Я также здесь не видела нищих, которые просят подаяния. И еще одну церковь я вам сегодня покажу, друзья. Ну, потому что она точно так же называется Церковь Святой Марии. Странное дело, это тоже средневековая церковь 12 века. Она интересна тем, что у нее здесь такая башня необычный стиль имеет. Эта башня построена в 13 веке, установлена на четырех опорах у входа в церковь. И, пожалуй, как говорят, это одна из четырех таких вот странных башен, которые есть в Великобритании. В этой башне также находится самый тяжелый колокол, который весит 10,5 длинной тонн. Сейчас мы посмотрим, открытая или нет. Ну, да, как обычно, в церкви чаще всего все открыты, ни единой души. Ну, давайте мы посмотрим. Может быть, даже это и лучше, что здесь нет никого, никто нам не помешает. Вот. Подробно рассмотреть архитектуру этой церкви. Если написано, что это одна из старинных церквей в Великобритании, камни. Ну, она была, конечно, уже много раз реставрирована, но, тем не менее, все эти камни, как у нас пол под ногами, так и эти колонны шикарнейшие, все это осталось. посмотрите, орган. Старинная купель для крещения младенцев, 1631 год. Вот эти, как сказать, гербы, наверное, да, это, скорее всего, гербы рыцарей нарисованы на дереве. Очень старая, судя по всему. Вот еще одна или один герб. Еще один старинный герб. Я все пытаюсь найти там может быть год где-то. Если кто-то увидит, скажите мне. А вот там какое-то надгробье. Надо посмотреть поближе, кто это. А, боже мой, это ребенок. Посмотрите. Девочка. Элизабет Тереза Агнес Рола родилась 23 1874 и умерла 1875. Вот это поразительная вещь языческая записки memory память или пожелания своим друзьям или усопшим родственникам. Представляете, для меня опять история непонятная. Как может в церкви протестантской английской быть языческие символы? По-моему, это все-таки языческий символ, да? А это вот огромная настоящая свеча, еще одна купель и вот здесь обратите внимание уголок такой, ну совсем немного здесь посадочных мест и видите, что написано? Это воскресная школа Святой Марии. При церкви работает воскресная школа очень часто такое бывает. кафедра с которой читают проповедь воскресную и спрашивают у меня как тут службы проходят. Здесь вот с кафедры читают воскресные проповеди своим прихожанам. Вот так играет орган, люди сидят, слушают. В этих церквях стоять не принято, все приходят, рассаживаются и слушают проповедь. Вот здесь тоже очень популярная такая вещь. Это подставка в виде орла для какой-то церковной книги. Псалмы может быть читают здесь. Фантастика! Я не знаю можно ли туда идти, пока никого нет, я хочу зайти, показать вам поближе, потому что вот этот алтарь, конечно же, очень красивый. Давайте посмотрим витражи. А я вам не сказала самого главного, что эта церковь Святой Марии, она находится в деревне Брединг. В правом верхнем углу вам всплывет все об этой деревне, мы здесь с вами уже были, и вот я вам показываю здесь, в этой церкви целая часть, как бы маленькая часовинка такая, вот она является усыпальницей самой богатой семьи, которая основала эту деревню, и которая имеет здесь все земли вокруг этой деревни Брединг. Старинный род огландеров, и здесь мы можем видеть захоронения разных времен, но везде написано, что это какой-то член семейства огландер. Очень богатый род и знаменитый древний, старинный. Погребальные люки мы можем здесь видеть на полу и на стенах также все члены семейства огландеров. Ну и как говорят некоторые источники, они сами здесь всю эту часовню обустраивали, декорировали. Мне очень нравится вот этот стол, я вам его показываю поближе, посмотрите, это великолепие. Видно, что это старинная вещь и наверное довольно дорогая. А вот что касается вот этих двух рыцарей здесь, которые сделаны из дерева, вырезаны справа и слева, они раскрашены также и они лежат вот на таких старинных действительно реальных усыпальницах. И здесь написано, что похоронен рыцарь Уильям Агландер в 1608 году. Так вот, говорят, что есть несоответствие одеяния вот этих рыцарей, которые были положены сверху, деревянные, они совершенно не соответствуют одеждам рыцарей того времени, хотя сделаны они были, я как как я уже сказала, семейством этих Агландеров. Ну и опять я вам поближе показываю этот стол шикарный и вот второй рыцарь с другой стороны, он тоже деревянный. Так вот, меня удивило то, что если вы обратили внимание, когда я вам показывала эти таблички, что там написано, что не только тело этого рыцаря находится здесь в этой усыпальнице, но также и его жены, а вот жены ни у одного, ни у второго вообще нигде не видно. Ну, хорошо, что хотя бы упоминания на табличках об этих женах, что они здесь захоронены, тоже присутствуют. Хотя, вы знаете, не всегда такое бывает. Часто вы можете увидеть в моих других видео, что там помимо рыцаря наверху на гробнице также и его жена запечатлена. И бывает, что эти сверху фигуры сделаны не из вот такого дерева смешного раскрашенного, а из красивейшего белого мрамора. Ну, а на этом захоронении тоже есть табличка кто здесь похоронен. К сожалению, я как не старалась что-то здесь увидеть и прочитать, я ничего не смогла разобрать. Если кто-то из вас может остановить и прочитать, что там написано, то будет шикарно. Я знаю, что у меня есть такие очень интересующиеся зрители, которые читают и что написано на надгробных плитах и могут даже дать какие-то пояснения. а мы смотрим с вами дальше здесь на полу все эти захоронения различных годов. вы видели, что 18 век в основном 19 век. Хотя вот судя по этим камням как-то кажется, что все эти захоронения намного намного старше. И я оказалась права, потому что здесь же сейчас я увидела вот такую старинную опять табличку надгробие и написано внизу в правом нижнем углу вы видите 1367 год смерти. Потому что я так показываю подробно. Меня просят мои зрители, чтобы я вот все-таки не только говорила, что это 12-15 века, но также и как-то это подтверждало. Ну вот я и пытаюсь вам какие-то старинные такие надписи здесь найти. Что касается древнейшего этого рода, агландеров, то к сожалению ветвь этого рода она прервалась, потому что дальше уже по мужской линии агландеры не проходили с 19 века, середины 19 века там уже рождались только девочки и говорят, что этот род прервался. хотя в Брэдинге и по сей день проживает в большом здесь особняке в красивом доме последняя из семейства орландеров леди агландер, которой принадлежит вся земля вокруг деревни Брэдинг, как я сказала, и даже Роман Вилла, музей римской виллы, который обнаружили где-то в средине 20 века и она его тут же купила. А я, вы знаете, когда снимала вам видео, гуляла здесь по этому знаменитому месту Брэдинг, я хотела вам поподробнее рассказать и о Роман Вилле, и об этом семействе, но вы знаете, как-то все одно за одно цепляется у нас и получается просто будет у меня нескончаемая история. Я обещаю вам все это показать и поместье огромное. У меня уже даже тоже оно снято. Покажу когда-нибудь, но вы знаете, обещанное ведь три года ждут у нас как-то так. Ну и вы, наверное, заметили тоже в этой церкви, я показала вам, уже разобранная композиция Христа Рождество, хотя Рождество у нас сегодня, а здесь его уже разобрали, но зато вот эти вот куклы поющие здесь на празднике Рождества все еще стоят. Странные такие тоже. Ну и еще один сюжет у меня есть для вас, друзья, для самых терпеливых музей под открытым небом. Старинное кладбище открыто для посещения. это обычное явление сделан просто музей под открытым небом, где можно погулять и посмотреть не только старинное захоронение, но также флору и фауну насладиться всем этим, послушать пение птиц. Еще раз хочу обратить ваше внимание, насколько бережно относятся англичане к своей старине, к своей культуре и как они все могут преподнести. Вот, например, вот эта доска сразу при входе на это кладбище старинное и написано Flora of Bredding Paris Church. Все, что здесь, вся растительность, которую мы можем здесь встретить, вся описана, вся представлена для посетителей. Открыто как музей. Вот это старинное кладбище. Еще раз повторяю, потому что иногда мне говорят, чего вы ходите тут по кладбищам. Ну, по-разному люди как-то странно относятся. Я повторяю. Вот, посмотрите, какая здесь прелесть. Это дерево, которым любят украшать елки рождественские. Уже зацвели эти ягоды. В огромном количестве появились ягоды. Кстати, я раньше тоже никогда не знала, что это живое такое растение. Я думала, это просто придуманные яркие ягоды зимние для украшения. Здесь деревьев не очень много, но они все старинные. Вот, знаете, странное, мне кажется, как бы по вот этой вот коре я думала, что это что-то типа вишни даже. но потом посмотрела на листья, похоже, что это вяз. И одно, и второе дерево вязы. Сейчас это кладбище уже практически не действует. Есть там подзахоронения новые, но в основном оно уже не действующее. Вот видите, его со всех сторон уже окружили дома современные, подступили. люди живут окнами на кладбище по соседству. Вот, посмотрите, дом стоит просто у него, по-моему, даже и выход сюда до кладбища. Ничего, нормально, без проблем. Может быть, даже здесь живет смотритель этого кладбища. Ну, трудно здесь судить. Интересно. Тем не менее, вот второй дом здесь он просто прирос стеной своей кладбищенской ограде. Живут без проблем. Ну, и еще я вам хочу показать парочку надгробий, которые я нашла и на которых здесь видно, что написано в самом низу опять 1733-1746, годы захоронения. и дальше, вот, как я не старалась здесь увидеть что-то. Вот, видите, чем старше такая плита надгробная, тем хуже там что-то можно определить или прочитать. Ну, невозможно. поэтому, то, что спрашивают у меня, покажите нам 12-13 век захоронения, это просто не представляется возможным, друзья. Обратите внимание, в каком состоянии эти плиты. не знаю, как вы, а я, например, здесь прочитать уже ничего не смогу. Ну, вот, друзья, такая сегодня у нас с вами длинная прогулка получилась. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели. Не забывайте писать ваши комментарии. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока.